хей всем брейд ребята с вами ваша маша и сегодня мы продолжаем играть в клуб романтики рожденная луной сезон 2 серия 2 чтобы узнать о своих способностях вампира мия отправляется на концерт эксцентричного певца интересненько ну и давайте загружать историю глава 2 концерт не слышала бенни барта конечно слышала он же был у нас в новых сериях в истории в ритме страсти да знаем и о нем конечно некоторые его песни просто бомба так вот бы не бард вампир ты шутишь нет он ведь постоянно в обществе бывает днем на стадионах выступал под солнцем да бард ведет почти человеческий образ жизни при этом соблюдает подчеркнутый нейтралитет в отношениях вампиров и оборотней вокруг него куча народу крутится и после концертов часто бывают закрытые тусовки там вампиры волки иногда люди приводят людей приводят попадаются интересные личности думаешь там можно было бы что-то узнать стоит попробовать и я размышляла недолго верно вдруг повезет только аккуратно надо спрашивать так чтобы никто не понял что речь о реальном случае тем более тебе ты прав когда вечеринка через неделю я тебя туда проведу девушка подумала что на концерт бы не бард может может пойти либо с виктором либо с максом и решить с кем идти нужно было прямо сейчас а блин давайте решим кого же мы выберем блин ну мне больше нравится макс он такой прям прям такой красавчик прям такой просто короче все с ним выбор повлиял на взаимоотношения спасибо ты мне так помогаешь оборотень усмехнулся это все из-за долга крови нет почему тогда он посмотрел нами на удивление серьезно мы у вампиров будем очень странных вещах спрашивать выберемся оттуда живыми тогда вернемся к твоему вопросу окей ладно значит решили звони если что они попрощались ими и направилась в общагу то есть в общежитии девушку встретил кот всегда буду умиляться когда вижу этого котика но здравствуй как ты тут наверное совсем уже надоел треши да потерявшись о ногу рубин заглянул мии в глаза такой няшка а он вырастет интересно типа когда-нибудь раз в этой истории 5 сезонов он же должен вырасти посмотрим ты что как такая няшка может надо есть привет подруги обнялись треши спросила чай с тортиком будешь буду раз у меня рано быстро заживают и обмен веществ наверное прекрасный думаю мне только мне теперь можно есть все и в любых количествах кстати все возможно толстых вампиров вроде не не бывает мне посмотрела на большой торт стоявший прямо на кровати подруги а вот три шаретка так себя балует что за повод просто так захотелось треши в чем дело я начинаю волноваться не надо все прекрасно я праздную а и что же ты празднуешь звонил тед опять извинялся обещал больше не доставать типа он осознал и все такое только не говори что ты опять с ним нет нет хватит он отстал все мы официально расстались спасибо что вправил ему мозги это не я а эштон сильно он тэда напугал я их разговора не слышала но даже слишком похоже если ты все это время позвонить не решался смысле может быть вот это кто-то появился трешу такое предположение не расстроила знаешь мне плевать я про него забыла все вот правильный настрой молодец кстати не знаю будешь ли ты рад но твой рубин пьет чай блин круто же шутишь нин главный не горячий кошки не пьют чай сама проверь мия подозвала питомца протянула ему чашку сначала рубин осторожно принюхался а затем стал пить ароматизированные он не любит ну ты даешь да он такой постоянно чудит даже у кошки есть свой вкус который он любит именно из чая блин мне вот нравятся ароматизированные чаи я даже их коллекционирую блин это очень вкусно и простые тоже простой чай там черный зеленый тоже неплохо а вы какой любите мне тоже интересно узнать вот так триша я про тебя приучила животное к чаю да круто же я приучила он сам и ты попробуй ему не дай что-нибудь достанет будет весь день выпрашивать подруги посмеялись рубин с подозрением посмотрел на них то что происходит понимает что про него говорят а еще обидится ладно какие планы пока никаких слышал новость про мэган нет а что за новость полиция нашла ее убийцу да ну серьезно да это же бред убийцу они же что как и кто это как это вообще я не знаю как именно по слухам это маньяк какой то как лизе а как лизе точнее вроде ничего пока уехала домой а вообще ей другую комнату дадут и другую соседку руководство колледжа решило их с мэган комнату оставить на год пустой мия перевела разговор на другую тему но думала по прежнему об услышанном типа как они могут найти убийцу если мы уже их нашли это были вампиры и их давно отправили там одного заточили вторая там ушла куда-то третья и вообще уехал они посадили невиновного человека или просто типа который подходил по досье ну типа маньяк ладно он его убил он же убивает значит он еще раз убил это же странно ну ладно неужели полиция посадит невиновного человека вот о чем я и говорю но ведь настоящего убийцы у них нет видимо посадят но это очень глупо когда треша пошла в душ девушка позвонила виктору да мия полиция арестовала убийцу мэган то есть я не знаю подставили кого-то чтобы закрыть дело или по ошибке и ты конечно не можешь не вмешаться конечно а ты можешь действительно пусть невиновного на электрический стул отправят ну хорошо я выясню подробности и перезвоню тебе спасибо мия разве я могу тебе отказать нет не можешь вскоре вернулась триша ну вот и я разгуливаешь так по общаге а кого мне в женском крыле стесняться не помнишь как эштон тут бродил каникулы почти никого нет триша покрутилась вчера купила тебе нравится эм да ну все же оденься серьезно это типа улучшение отношений да я так понимаю но спасибо конечно но нет повлиял на взаимоотношения конечно извините но блин виктор макс лучше ладно во всяком случае по коридорам так не ходи аргументы вот увидит тебя наш декан было бы отлично может за что ты бы мне проставил одного показа нижнего белья для этого маловато да тогда ты права сейчас я спать и что мы в этой серии получается будем делать освобождать заключенного вот этого убийцу типа убийцу скобочках за день работы со статьей и мне устала и тоже решила лечь и Виктор позвонил на следующий день Здравствуй, есть новости Виктор, середина дня, ты что, выходил под солнце? Почти нет, мне рассказать? Да, конечно Думаю, тебя не удивит, если я скажу, что вампиры имеют влияние в обществе людей У Итана Вода связи даже в полиции, Макс мне говорил Тут оборотень, все верно Не только в полиции, в правительстве тоже Ммм, круто С президентом рядом тоже вампиры есть? Но тут обошлось даже без князя Местные вампиры были заинтересованы, чтобы дело как можно быстрее затихло Они договорились с нужными людьми Полицейские нашли сумасшедшего без алиби и приписывают все убийства ему Офигеть, мне это не нравится Мия, послушай, допустим, поможет ты этому человеку, а что дальше? Полиции все равно нужно будет кого-то посадить, слишком громкое дело Блин, даже не знаю Странно как-то Через месяц подставят другого Виноваты вампиры, вот пусть они и решают эту проблему Так они и решили, вот так вот Они не станут Надо что-то придумать Хорошо, время есть, вследствие еще идет Мия и Ванарт попрощались И девушка села за ноутбук Заниматься своей статьей Странно, странно это очень все И что мы будем прям освобождать этого человека? Мне вот это интересно Триша отправилась на поиски новой сумочки И можно было поработать дома Итак Экзорцисты, изгоняющие демонов и задержимых людей Знала бы Триша, чем я занимаюсь Получится ли у нас эта статья? Вот это интересно Общая идея статьи была уже готова Оставалось выбрать общий стиль Что-то такое Мрачное, жуткое, легкое, развлекательное Надо мрачное, жуткое, прям такое Да, чтобы мороз по коже, прям Буду следовать настроению прошлой статьи Таинственные жертвы ночью Чувство неотвратимой беды Дело шло медленно, но Мии нравилось Какая история у нее получалась В следующие дни она работала то дома, то в редакции А потом наступил вечер концерта Бенни Барта А, то есть мы не отправимся к этому Освобождать этого человека? Ну ладно Собираешься куда-то? Мия решила не врать подруге Вернее сказать не всю правду Макс пригласил на концерт Бенни Барта Серьезно? Вот это круто! Ну, ну да, круто Я тебе завидую с самой черной завистью Знаешь, сколько стоит билет на него? Нет Дофига Сколько? Много? Прям очень много? Только один концерт, причем в небольшом клубе Даже не представляю, кто там будет Вот это уж точно Совсем не представляешь Надо выглядеть соответственно О, шмоточки давайте покупать Тебе есть, что надеть Берегла для особого случая Куда уж особенней, показывай Сейчас Итак Короткое черное платье Платье с поясом кушаком Неплохо Шоколадное шелковое платье Вау! Костюм от известного кутюрье Что-то говорит некрасивый, но очень дорогой Да, я так понимаю? Мне что-то интересно А что скажут на этот наряд, если мы его купим? Мне это тоже нравится Но мне просто прикалывает, что люди скажут Об этом наряде, поэтому узнаем сейчас Откуда у тебя это? Почему мне раньше не показывало? А вот так вот Да как-то... А что? Не подделка? 95 алмазов, какая подделка, ты что? Нет, это оригинальные джулиани Вот разорилась, купила Правда нравится? Если твой Макс в тебя еще не влюблен, то теперь это гарантировано Да брось Я серьезно? Сколько у нас времени? Час, полтора Поэкспериментируем с волосами? Конечно, поможешь Триша умела делать красивые прически Такс Сначала у нас недорогие Прическа с косой Короче, вот такие разные цвета тут есть Романтическая прическа И вот такая тоже, разные цвета Мне нравятся Черные Вот это красивые, да? Русые Давайте русые Каштановых нет, увы Ну, что поделать Пусть будут русые Просто блеск Согласна Тебе сейчас Хоть на свадьбу Хоть на коронацию А то, может быть, вернуть как было? Зазвонил смартфон Мей Да? Макс Привет, подруга Ты там готова? Готова Да, как раз собралась Отлично, я тебя у колледжа жду Он что-нибудь скажет на наш вид? Мей взяла сумочку и еще раз посмотрела в зеркало Оторвись там Ага Девушка вышла из комнаты Привет Макс стоял возле нового внедорожника Ого Он заметил, да? Покрутись, я тебя рассмотрю Че, нравится, да? Нравится, конечно Девушка медленно покружилась Выглядишь очень круто Спасибо Уже купил машину? Да Готова ехать? Угу Нам далеко? В центр Небольшой частный клуб А кто хозяин? Человек Заведение просто снято в аренду на ночь Бенни Барт не выступает в местах, принадлежащих оборотням или вампирам Подчеркнутый нейтралитет Я помню Ему понравился наш вид, да? Неплохой бар Современное здание клуба изнутри выглядело еще дороже Охранник которого Мия сочла вампиром Впустил девушку со спутниками без вопросов Просто взглянул на приглашение Раньше я бы сюда никак не попала Элитные заведения? Типа того В зале собралось уже довольно много народу Все рассаживались за столики Похоже, никто не собирался танцевать под сценой Вечеринка после концерта или во время? После Вообще можно бродить, общаться и во время выступления Это же может привлечь лишнее внимание Лучше подождать Лучше Макс заказал Мии коктейль, сам предпочел бренди Бренди Брендан Коктейль Космополитен Попробовать Вкусно Гости все прибывали Интуиция или какое-то чутье подсказывали Мии Кем являются некоторые из них Уверена, что он тот мужчина в углу вампир Девушка Стоило ей приглядеться Начинала отмечать бледность его кожи и цвет глаз Его движения имели некую хищную грацию Зная прежде На что обращать внимание Все равно бы не поняла Мия всмотрелась в пару За соседним столом Появилось смутное чувство угрозы На миг девушка невольно напряглась Все двое оборотни Несомненно Она ощутила их запах Странный, однако, по-своему приятный И это тоже благодаря моему превращению Попадались и люди Но, похоже, их было очень-очень мало Их просто так на закуску привезли Привели Вот и он В зале появился знаменитый Бенни Барт Он подходил к некоторым столам Здоровался со знакомыми Если бы его фанатки узнали Что он настоящий вампир Как думаешь, они бы разбежались? Нет Нет, не разбежались бы Наоборот, еще больше людей Его полюбили Полюбила Шутишь? Их бы стало еще больше Девочки вообще бы с ума посходили Вот об этом я и говорю Современная культура воспитывает в молодежи Правильное отношение к нам И к вампирам А ведь верно, это случайность? Макс посмотрел на девушку Сама, как думаешь, это делается Целенаправленно и давно Фильмы, книги помогают хранить тайну Нашего существования Как не лучше было бы наоборот Вообще молчать о вас? Почему нет? Наоборот Лучше не молчать, а так Делать вид, что это фантастика А любая информация рано или поздно Становится широко известна Да Сейчас, если кто-то засветился перед людьми Об этом сразу напишет желтая пресса В новостях покажут ролик, снятый на телефон И интернет будет это обсуждать Неделю, две, а потом все решат, что это очередной фейк Вы спрятали правду, поместив ее между ложью про инопланетян и байками о мегалодане Что, блин, ладно Но если тебя интересуют подробности, то не мы, а вампиры Волки в жизнь людей почти не вмешиваются Мия увидела, как к ним приближается Бенни Барт О, здравствуй Мы с тобой уже знакомы, да? Рад тебя видеть О, а кто это, куколка? Певец говорился про анонсом и немного растягивая гласные Надо же, когда поет, этого нет Голос совсем другой Когда поешь, голос всегда другой А вот его манерность есть и на сцене, и в жизни Или он и сейчас в образе Знакомься, это Мия, моя хорошая знакомая Мия, ты же человек, да? Как интересненько Обязательно еще поболтаем, да? Буду рада Как отдыхаете, Макс? Все чудно? Да, только вот концерт не начинается Да иду я, иду Певец двинулся дальше Мия шепнула Откуда он тебя знает? Познакомились на его концерте Давно уже Нифига себе вот это связи Даже с вампиром Популярным знаком Наконец Барт вышел на сцену Сразу заиграла музыка Мия наслаждалась удивительным голосом вампира Не все его песни ей нравились Но концерт был еще и прекрасным шоу Потом бы и не объявил А сейчас небольшой перерыв Скоро мы продолжим Вампиры проводили аплодисментами Так быстро прошел концерт Ну половина, ладно Макс, я возьму себе еще один коктейль Я тебя оставлю ненадолго Ну давай так Все нормально? Да, я скоро Какая разница, что выбирать Типа ни на что не влияет Девушка нашла в уборной большое зеркало Проверила, как выглядит Возвращаясь Чуть не столкнулась с каким-то парнем Эй, поаккуратней Черт, а ты же даже не волчица Он внимательно угляделся в Мии Будто с каким-то сомнением Ты человек Точно человек Приводит кого ни попадя Прошу прощения Не будем нарваться Парень собрался пройти Мимо, но обернулся Чего тебе? Мия уже поняла, что это вампир Извините Зачем мне твои извинения? Слушай, а приглашение у тебя вообще есть? Как ты здесь оказалась? Он не мог всерьез полагать Что кто-то попал на концерт без приглашения Значит, просто задирал девушку Однако скандалить не стоило И Мия ответила спокойно Не злись, пожалуйста Меня привел друг Его тут многие знают Думаю, он сейчас подойдет Проблемы Да нет Нет проблем, наверное Убратень смотрел на незнакомца спокойно Но голос был совсем недружелюбным У тебя наверняка Волк Тебя вывезти или сам со мной выйдешь? Да ну его Тут ведь нейтральная территория Мы просто поговорим Если, конечно, мальчик не испугался Ну, пойдем Мия села за столик одна Они же сейчас драться начнут Не надо Надеюсь, все будет нормально Вновь появился Бенни Барт Он уже заканчивал песню Когда Макс наконец вернулся Не скучаешь? А где этот Ушел Передавал извинения Девушка требовательно посмотрела на оборотня Говорю же, ушел Все нормально Забудь Далее концерт проходил без происшествий Бенни Барт был на высоте Мия даже забыла Зачем вообще сюда пришла Потом певец вышел в зал Все напоминало скорее светский раут А не вечеринку У тебя больше шансов Разговорить вампира самой В компании Волка Они откровенничать точно не захотят Только осторожнее Не прояви свои особые таланты Хорошо Постараемся Не проявлять Своих талантов Мия глядела зал И знакомых лиц Увидела лишь Патрика И Говард тоже здесь С кем стоило говорить В первую очередь Она не знала Значит действий много ад С Патриком, с Говардом С Бенни Бартом Давайте с Бенни Бартом Выждав момент Когда рядом с певцом Никого не было Девушка подошла к нему Прекрасное выступление Да знаю Я же звезда все-таки Ты Мия Верно Милашка Барт оценивающе посмотрел на нее Шикарный костюмчик Выгуливаешь Ага Кто тот бог Что создал это чудо Джулиани Да Я бы с тобой познакомился поближе Серьезно Из-за того, что мы купили этот костюм Такие комплименты Прям ладно Как ты на это смотришь Ммм Да нормально А что Ты мне подходишь Прямо все при тебе И фигурка И личка Конфетка Так бы и облизал Что Это такой у тебя флирт Самонадеянно Я тут не одна вообще Да ты же видел Самонадеянно Да Жизнь Коротка Особенно твоя Я экономлю время Так что Развечемся Или боишься меня Зря Я за любовь И мир во всем мире Нормально Добре меня вампиры не найти Ну Что скажешь Мне информация нужна А он со всякой ерундой Но Как-то же Надо его разговорить Девушка улыбнулась Я подумаю Отчасти все будет зависеть От того Каков ты на самом деле Что ты хочешь знать Ну Например Ты пьешь кровь людей Скольких поклонниц Ты сделал вампирами А? Тебя только поклонницы Интересуют На поклонников Тебе наплевать Ну Не уходи от темы Пью Ни одной Мия подумала секунду Подбирая слова Хотела обратить Но Не получилось Или получилось Но не то Такие вопросы Мия Мия Ты вообще про нас Много знаешь? Много А вампиризма И беременности Наполовину не бывает Либо да Либо нет Значит Он не знает Без вариантов Уверяю тебя В обоих случаях И мне было интересно Обратить кого-то Верю Тогда вот тебе мой номер Позвони Иначе я обижусь Он сунул визитку В сумочку Мии Представляешь Сколько хотели бы Оказаться на твоем месте А ты даже можешь Звать меня Бэйби Это позволено Только лучшим девушкам Бенни Барт Бэйби значит Ну Я позвоню Ладно Выбор повлиял На взаимоотношения Умничка Все чмоки Звезде Пора уделить Внимание И другим фанатам Девушка отошла Ладненько Макса нигде Не было видно Неожиданно Оттуда Отделился мужчина Он подошел К Мии Поздоровался Слегка наклонив голову Данте Позвольте представиться Данте Гуэра Или Гуэра Без понятия Добрый вечер Меня зовут Мия Почему столь Очаровательная девушка Пребывает в одиночестве Кто знает Может быть Это судьба Может быть Мой кавалер Отлучился Всего на пару минут Это не так Если он и есть То отлучился На полчаса Как минимум Он За нами следил Да И это вампир Класс Вы что Следили за мной Не следил Любовался Вы настолько Обворожительно Что смогли бы Спасти мир Своей красотой Спасибо Я хочу вам помочь В смысле Помочь Давайте Отойдем немного Он про что Про какую помощь Он увлек Мию сторону Туда Где было меньше Гостей вечеринки Вы заслуживаете Комплименты Однако Мой интерес к вам Вызван Не только Вашей внешностью Девушка Внутри Не напряглась Ища глазами Макса Данте Гуэра Похоже Понял Что она Заволновалась Я не причиню Вреда Не бойтесь Меня Повторю Я хочу Помочь Чем Дам совет Перестаньте всех Спрашивать О неправильном Превращении Не понимаю О чем Вы Милая Мия Не нужно Притворяться Он Огляделся По сторонам И убедившись Что никто Их не слышит Продолжил Я не спрашиваю Зачем вам Эта странная Информация Вы пришли На концерт В компании Оборотня У вампиров С ними Конфликт Поэтому Я прошу Дать Мне Слово Что ваш Интерес Не несет Вреда Вампирам А если Не дам Тогда Я уйду А вы Вероятнее Всего Так ничего И не узнаете Взгляд Данте Был Абсолютно Непроницаем Невозможно Было Понять Знает Леон Что-то В действительности Или Или же Блефует Но ведь Других Вариантов У меня Нет Зачем Вам Это Зачем Помогать Мне Это Просьба О Бене Барта Серьезно Это Хорошо Мы Давно Знакомы И поддерживаем Хорошее Отношение Девушка Постаралась Не показать Удивление Я Ведь И так Обещала Этому Бэйби Что Позвоню Я ему Так Понравилось Или Просто Повышает Свои Шансы Соблазнить Меня Ну Видимо Да Что ж Придется Его Как Минимум Поблагодарить Вы Странный Мистер Гуэра Даю Слово Я Никому Не Желаю Вреда Да Даю Слово Эта Информация Нужна Мне Лично Хорошо Итак Много Лет Назад Я Слышал Что Якобы Должен Появиться Некто Обладающий Силой Вампиров Но Вампиром Не Являющийся Появилось Порочество Еще В середине Века В средние Века Во времена Когда Даже Вампиры Верили Во всякую Чушь На мой Взгляд Оно Не Стоит Внимания Но Вы О чем То Таком И Спрашивали Верно Похоже Это Все Что Мне Известно Не Знаю Кто Б Мог Рассказать Больше Сейчас Такими Вещами Не Интересуются Спасибо Пожалуйста Кажется Вас Ищет Кавалер Всего Доброго До Свидания Хоть Какая Это Информация Мия Подошла К Максу И Если Кто То Что Ты Знал То Мне Обрутню Говорить Не Стал А Как Твои Дела Лучше Идем Обсудим Только Не Здесь Они Не Стали Задерживаться Но Мы Все Узнали По Суть Ту По Пути Домой Мия Рассказала О Знакомстве С Данте Когда Подъехали К колледжу Макс Был Недоволен Не Нравится Мне Это Вампир Этот Мутный Слишком Доброжелательный Не Похоже Что Он Врал Но Есть же Добрые Вампири Веришь В это Сама Да Верю Да Теперь Верю В Обрутни И Вампиров Я раньше Не верила А Вы Есть Аризонно Теперь Знаем Что Искать До Созвона Пока И Спасибо За Концерт Итак Через Пару Дней Раздался Звонок К Тому Времени Мия Уже Рассказала О полученной Информации Виктору Однако Что Делать И Где Искать Подробности Пророчества Было Не Ясно Девушка Взяла Телефон Да Здравствуй Ты Все Еще Хочешь Помочь Человеку Которого Обвиняют В тех Убийствах Да Завтра Днем Его Повезут На Следственный Эксперимент Можно Успеть Перехватить Конвой В промзоне На месте Где Нашли Меган В каком Смысле Перехватить Отбить Подозреваемого У полиции Я Приготовил Для Новый Для Новый Документ Что Иногда Столько Ошибок Я Не Могу Это Я Приготовила Для Него Наверное Новый Документ И он Уедет Из Страны Это Лучший Вариант Полиция Не Будет Искать Кого Еще Посадить У Них Будет Сбежавший Преступник Все Поверят Что Это И Был Убийца Семью Этого Человека Нет Дам Ему Денег Пусть Живет Где Нем В В Южной Америке Может Получиться Но Откуда У тебя Фальшивые Документы На границе Будут Его Фотографии Ну Фальшивые Документы Он Там Не знаю По делу У него Уже Много Вампиров Кто Этим Занимается Давайте Второе На границе Будут Его Фотографии Его Вовезут Минуя Таможню У меня Есть Нужные Связи Я Уже Договорился В крайнем Случа Гипнотизирую Таможников Так Или Иначе Не Беспокойся Об Этому Хорошо Но Его Повезут Днем Виктор Солнце Тебе лучше Быть дома Придется Потерпеть Может Я сама Справлюсь Это Слишком Рискованно По дипломатии Солнце Тебе Противопоказано Кроме Того Днем Ты Мало Отличаешься От человека А я Всегда Смогу Бежать Одно Не Пущу Кто-то Должен Тебя Страховать Мия А вдруг На шумише Или Полиция Начнет Стрелять Поеду С тобой Буду В машине Если тебе Не понадобится Помощь Я не выйду На свет Даже Если Ты Все Сделаешь Тихо И заберешь Того Человека Кто-то Должен Вас Оттуда Увести Хорошо Как Скажешь Значит До Завтра Это Когда Вампир Вампир Хотел Обрат Обрат Что-то Пошло Не Так И Человек Стал Полу Вампир Получеловек Я Понимаю Что Это Бред Однако Мне Показалось Это Необычно Голос Телефон Изменился Теперь Собеседник Стал Серьезен Слушай Внимательно Кто не должен Знать Что ты На меня Работаешь Узнай Кто Собрал Сведения И что Ему Уже Известно Только Аккуратно Не светись И не Поднимай Шум Вокруг Этого Ты Понял Да Я Все Делаю Сделаю Блин Получается Этот Вампир Работает На Какого То Князя На Какого Мы Не знаем Потому Что Их Там Было Два Это Итан Вуд И Анхель Мора Получается Да Но Я Надеюсь Мы Узнаем В Следующих Сериях Вот Что Мы Сегодня Получили Плюс Одну Дипломатию И Все Если Вам Понравилась Эта Серия То Ставьте Большие Пальчики Вверх Подписывайтесь На Мой Канал На Мои Соц Сети Комментируйте Это Видео Мне Будет Очень Приятно Ну А С Продолжение следует